Меня зовут Наталья Поша, я иммиграционный адвокат США. В этом видео я с вами поговорю про, как заполнять петицию на асайлум, петицию на убежище. Это IA589 и 589, значит, петиция на асайлум, петиция на убежище. Что хочу сказать по поводу этой петиции? Во-первых, петицию нужно заполнять правильную и достоверную информацию. Если вы не заполняете правильную и достоверную информацию, то вас могут поймать на лжи. Когда вас ловят на лжи, это идет против вас. То есть, смотрите, самое главное, в чем должен сначала удостовериться иммиграционный судья в течение вашего депортационного индивидуального слушания, это в том, что вы говорите правду. Если вы говорите правду, то у прокурора становится меньше шансов, чтобы вас депортировать. Если вы говорите неправду или начинаете спотыкаться в своих показаниях, то соответствующий судья выносит отрицательное funding of credibility, называется, соответственно, судья выносит отрицательное решение на основе вашего правдоподобия, то, что вы говорите правду, и тогда уже будут смотреть на улики, на детали. Если у вас, соответственно, нет детальных улик, нет писем от людей, нет деклараций, нет каких-то показаний из полиции, показаний из больницы, тогда, соответственно, у вас дело становится немножко, как говорится, не такое сильное. Вот, давайте поговорим про петицию на убежище и что конкретно вам нужно заполнять. Смотрите, будьте осторожны, как я уже сказала, с информацией, которую вы заполняете, потому что информация будет проверяться. Информация будет проверяться, не проверяться по компьютеру, как я и говорю, а, смотрите, информация будет проверяться с вашими показаниями, с вашей декларацией, с вашей личной декларацией, которую вы прилагаете к этой петиции. То есть в каждой петиции вам нужно прилагать пакет документов. Один из этих документов является ваша декларация. И будут сверяться такие данные, где вы родились, где вы жили. Вот здесь, например, информация about information about your background, информация про ваша, ну, про вас, да, то есть ваше имя и фамилия, где вы учились, информация про вашу школу, где вы учились, колледжи, университеты, информация, где вы жили за последние пять лет. Имейте в виду, что смиряйте все даты, где вы жили, да, нужно быть очень осторожным, потому что, если, допустим, с вами происходило какое-то событие в одной, в одном населенном пункте, а вы у вас указываете, вы указываете, что вы жили в это время в другом населенном пункте, то, соответственно, у судьи будут вопросы. Как вы очутились, когда вы жили в пункте А, очутились, например, в пункте Б, да, то есть нужно осторожно быть с такими деталями, когда вы заполняете свою декларацию и петицию, чтобы информация, соответственно, в декларации и в петиции была достоверной и конкретно сходилась друг с другом, сходилась друг с другом, да. Дальше, смотрите, где вы жили последний раз до того, как вы уехали из своей страны. Это очень важно. Почему это очень важно? Потому что, если вы покажете, что вы уехали из этого места сразу же после того, как с вами произошел инцидент, да, на основе которого, или инциденты, на основе которого вы просите свое убежище здесь в США, то, соответственно, вам нужно указать, что вы там уже не остались, да, потому что, если вы там остались, то, соответственно, почему вы там остались, когда вас там могут обидеть, да, физически вас, вы физически можете там пострадать. Дальше. Дальше смотрим на, вам нужно предоставить вашу работу, ваших работодателей за последние пять лет. То же самое, будьте осторожны с датами. Если вы не работали в какое-то время, нужно написать unemployed, не работал. Дальше, имейте в виду, что вся петиция заполняется на английском языке, да, то есть это не должно быть ни на каком-то другом, на английском. Все документы, которые вы предоставляете со своей петиции, должны быть переведены на английский язык, и прилагается к этому переводу certified translation, сертифицированный сертификат, сертифицированный сертификат, если можно так сказать, трансляции, что это было произведено этим человеком, который понимает и тот, и другой язык, и свободно может перевести. Дальше, пункт пятый, вам нужно обозначить информацию здесь, соответственно, о вашей семье, мама, папа и сиблинг. Сиблинг, значит, брат, сестра, вам не нужно информацию давать о ваших каких-то там далеких кузенов, да, или дяди, или тети, это уже считается не сиблинг, это уже далекие люди, но, значит, мама, папа, брат, сестра, братья и сестры, но имейте в виду то, что если у вас с папой или с каким-то кузеном, да, произошли какие-то события, которые повлияли на вас, которые были каким-то логической цепочкой, какой-то логической цепочкой событий связаны с вами, то, соответственно, вам обязательно нужно про это написать и обязательно нужно написать, что, да, моя семья тоже пострадала, потому что в этом случае они будут являться вашей семьей. Дальше, значит, на какой информации мы... Давайте поговорим про защищенные классы, да, по закону Провосалам. Защищенные классы. Какие у нас защищенные классы? Раса, религия, национальность, политическое мнение, членство в какой-то социальной группе и торча. Торча – это издевательство против конвенции. Смотрите, это расы, цвет кожи, этническая принадлежность, так же, как можно сюда отнести национальность, политическое мнение и принадлежность к какой-то социальной группе. Что могу сказать по поводу социальной группы? Социальная группа – это организация, которой вы принадлежите, организация, Югова Утнесис, например, другие какие-то организации. И здесь нужно показать, что вы являетесь членом специальной организации. Кстати, недавно иммиграционным законом было, дело производства, было установлено, что гондурасские женщины являются также социальной группой. То есть закон, он немножко тут уже выкармливает, да, какие-то свои маленькие группы уже. Не просто, да, это должна быть какая-то организация, а это просто вот несколько людей, да, которые принадлежат вот к этим вот, например, верованиям, да. Вот это тоже называется социальная организация. Дальше. Или, например, вы пострадали там от рук каких-то там drug dealers, да, и вот, ну, это относится более к испаноязычному народу, чем, я думаю, что к Eastern Europe, да, к европейскому. Дальше что? Вам нужно показать, что именно вот ваши преследования, ваши физические унижения, физические оскорбления, ваши пытки были именно, да, из-за того, что вы принадлежите вот к этому защищенному классу. Например, религии, как я уже сказала, политическое мнение, социальные группы. То есть они не были результатом каких-то, например, криминальных investigation, да. Например, когда кто-то на вас пожаловался, полиция начала расследовать дело, и тут полиция к вам подошла, потому что почему? Ну, потому что они расследовали дело, да, первая причина, почему? Не потому что вы относитесь там какой-то к этнической группе или какому-то защищенному классу, а потому что они делают свое дело. В этом нужно быть очень осторожным, потому что очень много иммиграционных судов здесь, судей в США именно относятся, что когда полиция кому-то подходит, начинает харассмент, то есть они начинают сразу говорить, что, а что, почему полиция так начала делать, они находились ли в своей должностной сфере, да, или не находились, они не просто одели полицейскую форму и просто к вам подошли, сказали, что ты здесь делаешь, да, и вот начали харассмент, потому что вы другого цвета, у вас кожа другого цвета, да, или вы по-другому этнически выглядите. Вот, вот из-за этого, да, не в течение расследования какого-то преступления. Очень показатель называется nexus, да, established nexus, это очень важно. Что дальше? Вам нужно показать, что с вами произошло, да, какие-то физические увечья, они достаточно сильны. Например, дело производства, иммиграционное дело производства США говорит то, что, например, когда человека держат в тюрьме, по его политическим мнениям, в течение 10 дней без давания ему еды или воды, вот это стандарт, он как раз-таки дотягивает до стандарта substantial injury, да, то есть один акт какого-то харассмента, я не думаю, что, ну, если только он не substantial, если вас практически, так скажем, не убили, да, вот тогда у вас есть медицинские показания, у вас есть фотографии, то, что с вами случится, вот тогда это может дотянуть. Но опять-таки вам нужно будет предоставить nexus, связь между вашими, значит, что с вами случилось, между вашими побоями, увечьями и какими-то бездействиями над вами, и именно то, что вот вы принадлежите к этому защищенному классу, опять-таки, и то, что с вами случилось, вот ваши injuries, да, увечья, побои, они должны быть очень сильными, нужно показать, что да, действительно это случилось, это случилось, как говорится, происходило на протяжении какого-то времени. Что еще очень важно? Очень важно то, что вам нужно показать то, что вы не можете возвращаться домой, то есть это past persecution, это в прошлом, да, преследование в прошлом, или вы боитесь, что вас будут преследовать в будущем, вам нужно показать, почему вы боитесь, что вас будут преследовать в будущем, были ли там какие-то попытки вас запугать в будущем, да, звонили ли вашим родственникам, да, пугали ли ваших родителей, да, делали ли что-то с вашими родителями, то есть это вот тоже, тоже, тоже все нужно показать. Имейте в виду, если вы путешествовали через другую страну, Мексика, Германия, что-то еще, вам нужно также, нужно показать, да, иммиграционный судья вас спросит, почему вы не попросили убежища в этой стране, да, то нужно показать, предоставить показание того, что в этой стране вам бы его не дали, и вы бы не смогли там спокойно жить, потому что в этой стране, так скажем, вас тоже были, могли бы преследовать, или преследовали бы, или запугали вас уже. Вот, что еще хочу сказать, не забывайте подписать вашу петицию на странице 9, да, на странице 10 не подписываем, страница 10 это у нас, когда вы находите уже в течение слушаний, индивидуальный слушаний, тогда вы подписывайтесь на страницу 9, 10, 9, страница 9 только подписывайтесь, если кто-то вам помогает заполнять вашу петицию, то этот человек должен делать декларацию на странице 9, то, что он должен предоставить свое имя, подписать петицию и свои данные. Я надеюсь, что вам это видео понравилось, кому понравилось, ставьте пальчик вверх, звоните за консультацией, мой телефон, телефон моей фирмы 228-229-75-00, я иммиграционный аддукат США, Наталья Порше, я протеку иммиграционное право уже больше 10 лет, звоните за консультацией, я именно практикую иммиграционно-депортационные, я депортационный аддвокат, иммиграционно-депортационные процедуры. Я нахожусь в Балаксе, Миссисипи, мой офис обслуживает всю территорию США, большинство клиентов, кстати, у меня с юга, да, то есть это Лаобама, Флорида, Миссисипи и Луизиана, и Луизиана, звоните за консультацией, кому интересно, 228-229-75-00, спасибо за просмотр, всем хорошего уикенда, до свидания.